Всем привет, дорогие подписчики, с вами Рязан, и сегодня к нам в офис попало коллекционное издание Ведьмак 3. Дикая опота, стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Издание действительно очень ценное и очень редкое. Давайте же посмотрим, что внутри. Коробка такая вот черная, массивная, и здесь у нас лобок. Здесь у нас подписи, автографы создателей Ведьмак 3. Я думаю, здесь, ну, может быть, не все разработчики, но основные уж точно. Давайте посмотрим, что внутри этой прекрасной большой коробочки. Что ж, такая вот еще одна коробка. И внутри у нас, внутри этой коробочки, классной. Блин, она вообще обалденная, ребят. Внутри этой коробочки она вот так вот раздвигается. Нереально классно. Ребята, посмотрите. Вот она вот так открывается. Мне так же здорово сделано. Внутри у нас в твердом переплете арт-бук. Он невероятно обалденский. Мне даже его страшно держать. Это самый красивый арт-бук, который я только видел в своей жизни. CD Projekt Red арт-бук. 200 страниц в арт-бук. 200 страниц. Посмотрите, какие иллюстрации. Боже. Это у нас Йеннифер и Дикая охота. Изображение карты игры. Единственный минус, то, что здесь все на английском. Но, в принципе, перевести не составит проблем. Иллюстрации из игры, опять же, это прямо в начале игры. Всем знакомые места, кто уже играл. No Man Lens. Это прямо по главам идет, ребят. Смотрите. Боже, какой обалденный арт-бук. Все эти места знакомые. Я их встречал в игре. Как-то проходил. Опять же, коломница. Лаборатория. Боже, это реально обалденно. Я потом обязательно перелистаю весь арт-бук. Почитаю, посмотрю изображение. Ребята, это того стоит. Он реально классный. И 200 страниц. Это баня. В игре еще до меня не дошел, но знаю. Так, вот она Цири у нас. И вот. Вот он, видимо. Боже, как он. Он нереально, ребята, нарисован. Он настолько качественно прорисован на тех листьях бумаги, что как будто бы это графика компьютерная. Посмотри. Геральт из Ревизи. Музыка. 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 так цири и концепт-арт и цири здесь вот у нас трис но это главные девушки в игре герои пошли у нас всем они знакомы немножко тут должны 1 спойлеры будут для некоторых это у нас дикая охота опять же описание идет идет изображение варианты как они могли бы быть в игре да это изображение действительно классные и это приятно листать и на это приятно смотреть тоже вот на этих уродов знакомый последняя глава у нас флешбеки и качественное изображение немного в комиксовом стиле и эпилог это у нас разработчики ну и благодарность от сиди project до арбук стоящий за него огромный лайк вот такой диск с игрой мы его чуть чуть попозже откроем если там наклейки внутри есть металлический стилбук для дисков он невероятный просто он очень удобно его легко открывать закрывать он качественно сделан и изображение они потрясающие опять же еще одна вкусняшечка это у нас медальон макка давайте вам покажу он у нас я так понимаю железный скорее всего я думаю он не заржавеет у вас это точно что он тут покрыт сквозь гнев и грусть что камнем затвердели вот так вот он висит на теле цепь стандартная как блин продается в любом автовокзале но он классный ребят действительно классно я бы такой дома поставил бы на полочку носить его ну в принципе не очень удобно он подходит именно для косплея и для того чтобы он у вас дома лежал на самом видном месте и радовал глаз после того как мы вытащили в эту коробку в которой у нас артбук стилбук медальон диск с игрой у нас здесь что же здесь способны вы готовы ребята этот пенопласт хранит себе наверное самое замечательное что есть в этом коллекционном здании чуть не выпала фигурка холст 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 и меч отдельно и вот там он посмотрите на него самое главное что есть в этом коллекционном здании тут вот мы вставляем меч это фигурка геральта который побеждает грифона так немножко плохо вставляется если честно меч хвост таким же образом в дырочку дырочка очень маленькая правильно говорится отверстие и оно провалилось короче ну это брак я тебе говорю если проваливается это брак ребята меч я вставил без проблем прекрасно стоит не шатается особо а вот с хвостом случилась беда вот эта вот штука которая там стоит куда мы вставляем собственно хвостик она провалилась вниз в грифона грифон короче как то анальным своим отверстием всосал в себя о боже это такая жесть всосал в себя продолжаю мысль подставочку для хвоста и теперь ну должно быть вот так с ним издалека должно быть примерно вот так а на самом деле все вот так ребята из CD PROJECT я еле прикоснулся к нему он провалился внутрь делайте коррекционочки чуть-чуть по качественней это может перевозки просто ну может быть да повреждено было как-то расшаталось но мне кажется это небольшой брак ребят то есть это исправимо да хвост можно приделать но тратя больше десяти тысяч рублей на коллекционное издание хочется получить ну качество качество давайте я тут уберу все дефлюшки не ну блин да я на него посмотрю не в целом коллекционочка обалденная она очень большая она займет у вас действительно стоящее место на вашем на вашей полочке детализация в принципе на уровне тут даже вот виды порезы смотрите порезы может руку там снять в смысле это вот попка грифона ему это не нравится ему не нравится когда снимает его а мы шоу а где эти тени вот опять же этот медальон вот он медальон ребята то есть ну смотрите масштаб примерно я держу фигурку ну примерно свою голову чуть больше и весит она килограмма два ребят два кило это то что должно быть у грифона это то что должно держать хвост хотя бы вот эти вот липучки есть уже хорошо а то они отдельно типа сам наклеивали фигурка сделана из пвх абс искусственного камня ну камень да хотя больше похоже на деревяшку которую покрасили вот и что там из чего еще ну и из бумаги то есть я думаю если он упадет то если он упадет нижней части ничего страшного не будет но если он упадет геральтом вниз я думаю геральт сломается на две части вот вот классный и надо поставить на сука он же любит материться сегодня мы без ножа бабочки но мы потом это исправим так ну давайте откроем там у нас наклеечки должно быть еще что-то ну понюхай чем пахнет клеем а он знаешь чем пахнет новизной он пахнет этим пвх пахнет клеем пвх да ну новизной то есть да новенькая давайте смотреть это у нас ну просто приветствие приветствуем это у нас карта по-моему такая у нас была та же самая карта собственно королевство севера из игры Ведьмак 3 в принципе все здесь указано все места основные указаны карта как бы сказать материалка как газета то есть ну могли мне кажется чуть чуть получше единственное что мне нравится вот здесь вот у нас есть роспись и с обратной стороны так знаете по старину сделано и масштаб это а3 а3 далее у нас компендиум это такая вот маленькая ну не книжечка даже а просто так такой маленький журнальчик так здесь у нас информация краткая о героях о местах о знаках но кстати что здесь у нас раз все не хватает про монстров было бы интересно прям о монстрах почитать руководство пользователя опять же что то все как всегда настройки заходите настройки вот вам руководство саундтрек послушаем пару треков вот так выглядит и две наклейки две наклейки я одну сейчас так вот чуть чуть отклею наклеечки классные наклеечки на пк наклеить на телефончик классно вроде как стираться мы должны и извиняюсь я говорил что два диска один диск ребята один диск пластейшн и вот так вот выглядит стилкейс опять же диск с игрой и саундтрек на полочке классно смотрятся опять же появляется проигрыватель windows media тридцать одна дорожка саундтрек игры ну и потрясающие саундтреки это в любом случае на компьютер сохранится ману ну что ж друзья также мы решили оценивать коллекционные издания которые будем распаковывать в наших видео и коллекционные издания ведьмак 3 дикая охота получает семь с половиной баллов из десяти почему семь с половиной вообще издание можно оценить на твердую десяточку но два два с половиной балла мы отняли как раз таки из-за проблем с хвостом фигурки что ж надеемся вам понравилось данное видео если вы хотите видеть подобные распаковочки чаще обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал всем удачи и до скорых встреч